Особенный момент для прихожан храма Благовещения Пресвятой Богородицы. Люди верят, пока звонят колокола, на землю спускаются ангелы. Настолько благодатная здесь царит атмосфера. Каждая новая мелодия звонницы всегда неповторима. Даже один и тот же колокол порой звучит по-разному. Когда ты звонишь, надо слушать каждый колокол. Потому что во время звона, звон выдает невероятные обертона. У звонницы храма в деревне Благовещенке 8 колоколов. 4 подзвона, 3 за звона, 1 благовестник. Но самое главное, чтобы у нее был заботливый звонарь. Такой, как Марьяна Савенкова. Колокола она с любовью называет своими детьми. Я дома сделала звонницу, открывала окна и двери и звонила. Я живу в поселке в этом. И поскольку у нас не было колокольни, но теперь вот она есть, я звонила из дома. Чуть позже Марьяна твердо решила, хочет быть звонарем. Так любовь к музыке и Богу слилась воедино. Из дома она перевезла колокола в храм и решила учиться звонарному делу. В мое сердце, в мою душу открыл замечательный звонарь Валерий Михайлович Гаранин. Я 10 лет назад поехала в Суздаль. Вместе с ним еще звонил известный ныне почивший Юрьев Юрий Юрьевич. И я последний год, я его застала. И когда приехала в Спасо-Ефиминский монастырь, они сказали, хотите, мы вам праздники отзвоним. И они отзвонили. И с тех пор я сказала, я буду звонарем. Отныне каждый день она радует прихожан храма Благовещения Пресвятой Богородицы волшебными переливами колокольных звонов. Всякий раз совершая один и тот же обряд. Вот это икона Павлина Милостивого. Я перед злоном мою сниму, читаю Псалон 50-й. Сложно представить, но еще год назад на месте, где сейчас красуется небесно-голубой храм, куда едут сотни прихожан, когда-то стояла небольшая часовня с покосившимися стенами и крышей. Но Господь, как говорит Марианна, послал ей силы. И она решила сделать здесь ремонт. Вы видите, как я все сделала? Цветочки. Богородица, она же девочка. Ей хочется тоже красивенького. Я все сделала, понимаете. У меня все беленькое, голубенькое. Все, как у настоящей хозяйки, сделано под себя. Я так хотела звонить, что построила колокольник. Вот так бы я сказала. Поэтому, ну, чудные дела твои, Господи. Служители храма и прихожане давно знают Марианну в лицо. Каждый день благодарят ее за добрые дела и за то, что когда-то Бог послал ее в небольшую деревушку в Московской области. А таких, как она, говорят, поцелован Богом. Выходит Марианна и говорит, угощайся. Я говорю, а кто это сделал? Вот она стол накрыла. Это я накрыла. После службы, после службы я к ней подошел поблагодарить. Она говорит, Саша, я еле сижу. То есть человек, я вижу, что просто с физическим здоровьем не совсем крепким, он все равно старается для прихожан что-то сделать. То есть это идет не то, чтобы заслужить какие-то… Это идет просто я вижу от нее. Марианна сочетает в себе не только черты характера, присущие настоящему христианину. Она – профессионал и человек-слово. Данная профессия редкая и, конечно, требует от человека не только слуха, не только умения разбираться в звуках, но еще, конечно, состояния души. Когда душа чистая, чисты помыслы, то все, за что бы ни брались руки, уверена Марианна, делается легко и в радость. Я необыкновенно счастливый человек. Знаете почему? Потому что со мной всегда Бог. Это правда. Звонит звонарь неутомимо, звонит звонарь, не проходите, люди, мимо. Звонит звонарь, спасите свои души. Звонит звонарь, послушайте, послушайте, послушайте. Нина Липанова, Дмитрий Бочаров. Новости Химки-ТВ. Дмитрий Бочаров. Новости Химки-ТВ.